Добрый день, привет! Добрый день! Итак, сегодня очередная глава Торы, которую читают на этой неделе во всех синагогах мира. Глава называется «Дворим». О чем речь? Это не только глава, это новая книга. Мы приступили к чтению четвертой книги, пяти книжек. И это, в общем-то, уникальная книга, поскольку она представляет по существу прощальную речь Моисея. За пять недель до своей смерти великий вождь и законоучитель собирает народ и подводит итоги своей деятельности, что было в ходе того, как он возглавил евреев, пустыни в Египте, казни, законы, заповеди. И он делает какие-то акценты, стремится становить евреев от каких-то ошибок. То есть повторяет то, что уже было. Поэтому, кстати говоря, в русском языке очень точное название – второзаконие. То есть он второй раз повторяет законы, которые евреи уже получили. Чтобы не забыли. Чтобы не забыли, да. Но, естественно, забывают или знать не хотят. Но, в общем-то, там много всего в этой книге. Но в нынешней недельной главе есть очень много намеков на печальные обстоятельства. Поскольку эта глава, она всегда читается в субботу, в неделю, предшествующую девятому авгу. Девятая авга – это самый страшный день в еврейской истории. В свое время, когда Маше послал 12 разведчиков выведать землю Израиля, какая она, как ее захватить, какие там территории, как их лучше поделить между коленами, то вернулись эти разведчики и сказали, 10 из них сказали, да, земля действительно хорошая, богатая, текущая молоком и медом. Но вот люди там живут многочисленные, сильные, и крепости там большие, и взять мы их не сумеем, мы их одолеть не сумеем. И только два человека, и дешевый, ну, то есть Иисус на Винбургской транскрипции, который в будущем возглавит еврейский народ после Маше, и Калюбган и Чифуне сказали, нет, эта земля обетованная, Всевышний нам ее пообещал, поэтому она и обетованная, надо идти. Но народ послушал большинство, естественно, она у нас в принципе демократического централизма, послушал большинство и стал плакать, стал плакать, и прочитать, и всю ночь они прочитали и плакали, вот зачем мы нас вывели из Египта, лучше бы мы оставались в Египте. Там хорошо кормили, да? Да, да, рыбу нам давали, и Жаша пишет по этому поводу, отец комментаторов, они говорили, нам там рыбу давали даром, арбузы давали даром, Жаша пишет им, вам солому не давали даром для кирпичей, вас заставляли даром это все собирать. Это вот такое свойство, как у некоторых наших соотечественников, которые вспоминают, а в Советском Союзе проезд был 3 копейки в трамвае, а газ, вода стоила 1 копейку. Медицина, медицина была бесплатная. А медицина бесплатная, да, то есть у них все. И пломбир, подождите, пломбир очень важно, пломбир по 19 копеек, это было очень важно. А Ленинградская стоила 28 вообще, так что вот народ стал плакать, и все вышли очень взгневаться, поскольку весь этот плач был после того, как были чудеса в Египте, 10 казней, когда евреев вывели через Красное море, оно было засечено, когда евреи получили Тору на горе Синая, потом они 40 лет станствовали по пустыне, получали воду, еду, манг каждый день. И как после этого они все равно продолжают не верить обещанию Всевышнего, что эта земля обетованная, Всевышний очень взглянулся и сказал, вы плакали в эту ночь без причины, так вот у вас будет причина плакать в этот день и в эту ночь на протяжении всей истории. И действительно, 9 Абба произошли самые страшные трагедии в тюрьмской истории, были разрушены в один и тот же день именно 9 Абба 1 и 2 храмы, были выгнаны евреи из Испании, из Англии, Первая мировая война началась 9 Абба, а в Первую мировую войну, все мы помним, что Австро-Немецко-Венгерский-Русский фронт проходил по местам, где жили в основном тюреи, по Галиции, по Подолии, по Польше, и сотни тысяч тюреев погибли, миллионы были выложены убежать, потеряв все. То есть это был день, когда он привлечил с собой огромную боль, огромное задание, и так оно и осталось в нашей истории. И сегодня мы отмечаем этот день постом. Этот пост 24 часа в сутки длится, и в Израиле поститься – это действительно очень сильный шаг, очень такой муристый шаг, поскольку, ну ладно, без еды можно обойтись 24 часа, ничего страшного, мы и так переедаем, а вот без воды наш климат, она сейчас за окном 35 градусов, это очень сложно. И действительно, мы постятся, делают это с большим усилием, и надеются получить за это вознаграждение на небесах. Но в этот день, как сказал Балшинто, в субботу, которую читает всю недельную главу полностью, она называется шаббат хазон, то есть шаббат видения, суббота видения. Почему видение? Поскольку основоположник хасидизма Балшинто сказал, что в эту субботу евреям дается возможность духовным взорам увидеть третий храм, который построит Машех, Мессия. И вот однажды приснился Балшинто у сон. Ну, даже это не сон, а это такое пророческое видение, поскольку у праведника такого уровня снов простых мне прывает. И мы снили, что он вознесся на самые высшие духовные миры, в Алама Целут, попал в какой-то огромный дворец, идет по анфиладам залов, по анфиладе залов, проходит мимо стола, за которыми сидят праасы, Абрам Ицхак и Якова, они его приглашают сесть с ними. Но Бешт говорит, у меня есть очень важная миссия от евреев Подолий, я не могу откликаться. И передальше в пещерном зале он видит, как царь Давид сядет за столом, держит в руках кубок полный ароматного вина и говорит Бешт ему, садись, выпьем вино, поговорим. Это действительно и огромная честь, и очень интересно поговорить с с вами Давидом. Но Бешт говорит, нет, я не могу остановиться, у меня есть функция, должны идти вперед. И он доходит до конца этой анфилады, заходит в огромный зал, в центре зала стоит трон, на троне сидит миссия, Машех. И Бешт кричит ему, когда же ты, господин, придешь? Это крик не только бешеный, это крик всех евреев Подолии, это крик всех евреев всего мира, которые страдают уже две тысячи лет в России, без своей страны, без своего государства, бесправные, беспомощные, их грабят, их убивают, их насилуют. И они говорят, ну когда же ты придешь, когда наши муки закончатся? И этот самый Мессия говорит, когда твои источники порвутся и хлынут наружу. Что имеется в виду? Это источники хасидизма, то есть когда это учение распространится по всему миру. А что это за источники? Это духовные источники чистоты добра и любви. И вот отсюда, из этой истории, можно выучить что-то для себя. Первое. В каждом человеке, поскольку он творение Божье, есть источник. Источник чистоты, источник любви, источник добра. И что бы человеку ни случилось, какие бы он при отрубации не попадал, какие бы ситуации он не вовлекался, как низко бы он не падал, источник в нем всегда остается, он существует. Другое дело, это второй урок, что источник очень часто забивается грязью, наносной грязью. Грехами человека, преступлениями человека, гневом человека, внешними обстоятельствами. Жарко, не денег, никто не любит, человек гневается. И этот источник забивается. Так вот, задача наша стоит в том, чтобы этот источник раскрыть, очистить его от грязи, от наносного. И ввести себя в соответствие с той духовной энергией, которая потом из этого источника пойдет. То есть из источника пойдет энергия добра, любви, тепла, по отношению к близким, по отношению к ближним, по отношению ко всем остальным людям, которые окружают человека. И знаете, в книге «Каббалистический Тикунайзор» сказано, что если один праведник от всего сердца захочет прихода Мессии, Мессия придет. Если хотя бы один человек вот у нас, в нашем окружении, вот так постарается очистить эти свои наносы, которые закрывают источник добра, который в его душе, и будет вести себя по отношению к людям, так, как диктует ему вот этот источник, то он изменится сам, он изменит свое ближнее погружение, он изменит тех людей, которые с ним сталкиваются. А если таких людей будет ни один и ни два, ни три, то тогда они изменят и все общество, и все историческое общество, которое сегодня, как никогда, нуждается в доброте, в тепле, в понимании друга, друга, я хочу напомнить, что второй храм был разрушен из-за беспричинной вражды между, не между врагами еврейского народа, а между евреями самими. Когда мы сегодня смотрим телевизор, мы видим такие вот рассвещенные демонстрации, эти крики, эти столкновения, и в кристии тоже мы понимаем, что такое ненависть. И я, честно говоря, когда смотрю все эти передачи, я не понимаю, а что вот эти вот песка и габрут, она заслуживает того, чтобы вот так мы друг друга не отновидели, она того, что мы ставили под угрозу свое государство, конечно же, нет. Поэтому вот в эти дни нужно всем нам вспомнить о любви, о добре, об уважении друг к другу, даже если это другое, не такое, как ты считаешь, иначе. Потому что в этом залог нашего единства, в этом залог нашей победы над всеми нашими внешними врагами, которые порой оказываются намного менее опасными, чем опасности, которые нам грозят изнутри. Аминь. Давид Шехтер, писатель, журналист, полковой раввин израильской русскоязычной прессы. Спасибо большое. Спасибо, друзья, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Будьте счастливы. Спасибо.